Вы знаете, уважаемые коллеги, я когда планировал этот доклад и обсуждал с организаторами, цель была такова, чтобы осветить, наверное, тот спектр событий, которые происходят на сегодняшний день в исследовании трижды негативного рака молочной железы. Итак, что следует сказать об эссенциальных признаках трижды негативного рака молочной железы, которые вы видите здесь сейчас на слайде, это уже по сути студенческие признаки, которые знают все ординаторы, химиотерапевты, патологи, но тем не менее не все так однозначно. То есть на самом деле эта группа опухоли характеризуется высокой степенью морфологической, генетической, метаболической и иммунной гетерогенности. Ну и всем известен парадокс трижды негативного рака, несмотря на самую высокую частоту комплит-респонсов при неодивантной химиотерапии, показатели выживаемости остаются довольно-таки низкими в сравнении с другими субтипами рака молочной железы. И вот я здесь соглашусь с предыдущими выступающими коллегами о том, что сейчас наша с вами диагностика, она не просто какая-то утверждающая и подтверждающая диагноз, а мы стали, как сказал Никита Александрович, цепью диагностического процесса. И от нас требуется не только знание патоморфологии, но и современной лекарственной терапии, генетических тех изменений. И коротко попытаюсь донести до вас те события, которые происходят на ниве трижды негативного рака молочной железы. Не стоит не согласиться с высказыванием известного профессора Эндрю Тата, который сказал, что заболевание, определенное негативностью, не является одной болезнью. То есть если говорить о попытках молекулярной классификации трижды негативного рака, их было довольно-таки много, но вот значимые работы, я думаю, большая часть из вас известна с работами Лемона и его классификации, которую он предложил, разделив трижды негативные карциномы на семь подтипов, которые, как оказалось, не совсем так, поскольку иммуномодуляторный подтип и мезонхимального стволовоподобные оказались результатом транскриптомного анализа клеток микроокружений. Позднее появляется классификация Борштейна в 2015 году, где выделяют четыре подтипа, которые вы видите здесь на слайде. Далее появились другие классификации, и вот в последнем руководстве ВОЗ вы все видели Type-4 классификацию, где в основе лежат, скажем так, комплексные решения на основании работы Лемона и Борштейна, где выделяют четыре подтипа. Базально подобный, первый, второй тип, Лар-подтип и мезонхимальный. Кроме того, сейчас довольно-таки активно обсуждается классификация ФАСК, это Шанхайский университет, а также который предложили четыре подтипа, это иммуномодуляторный, Лар-подтип, мезонхимальный и иммунодисупрессивный вариант. Чем же характеризуются эти подтипы? Если говорить о том, как распределяются базально подобные карциномы в исследованиях от ПАМ-50 до 2019 года, вы видите, очень вариативно во всех этих исследованиях подтипы распределяются на диаграмме. То есть это говорит о том, что не всегда существует соответствие тех молекулярных подтипов, которые предлагают разные классификации на основании транскриптовного анализа. Но тем не менее, можно выделить определенные характеристики этих карцином. Базально подобные субтипы, они составляют до 80% в случаях трижды негативного рака. Если говорить о первом подтипе иммуноактивированном, то он характеризуется высокими показателями КИ-67, высокой частотой повреждений ДНК, мутация П-53, высокая амплификация указанных генов и вот в этой группе наибольшая частота комплит-респонса после неодювантной химиотерапии. Базально подобный тип второго, или это опухоли холодные с позиции иммунного микроокружения, они самые неблагоприятные. Здесь снижение количества БТ-клеток, НК-клеток как в цитокиновом, так и в иммунном пути ответа. Самый худший прогноз. Мизонхимальный подтип, он в принципе не отличается от мизонхимальных подтипов в других молекулярных классификациях, и в основе его лежат все морфологические и иммуноморфологические молекулярные характеристики, прежде всего эпителиально-мизонхимального перехода, когда рамка ИМТ сдвигается в сторону мизонхимности. Также эти опухоли характеризуются крайне низкой экспрессией клаудина. Вы помните, в 2005 году было впервые предложено разделить опухоли трижды негативного рака на клаудин-лоу и клаудин-хай. Вот эти опухоли как раз-таки большинство клаудин-лоу. И здесь также характерна поляризация иммунного ответа в сторону М2-макрофагов нерегуляторных клеток с низким содержанием CD8-лимфоцитов. Лар-паттик. Он отличается от предыдущих тех подгруппов, потому что здесь четко прослеживается люминальный гистогенез. Несмотря на то, что опухоли не экспрессируют рецепторы эстрогенов, здесь высокая экспрессия уровня андрогенов. И если в молекулярном профайлинге, то мы видим высокую экспрессию всех тех генов, ФОКСа, ГАТа, СПДФ. Это все, что характеризуют люминальные раки молочной железы. Здесь есть связь ассоциации с пожилым возрастом пациенток. Морфология часто имеет апокриновую морфологию. Низкий уровень КИ-67. И вот здесь я красный выделил отсутствие экспрессии рецепторов андрогенов. Это другой подход, который появился в 2015 году, когда коллеги предложили все трижды негативные раки делить в зависимости от статусов андрогеновых рецепторов. И предлагают новую дефиницию квадрипполонегативный рак, в котором отсутствует и экспрессия андрогеновых рецепторов. Но, как мы знаем, как в последнем руководстве ВОЗ, нет валидированных методик по стандартизации оценки андрогеновых рецепторов. И прогностическое значение в разных исследованиях противоречиво. Но все-таки мета-анализ 2018 года показал о том, что андрогеновые рецепторы сопряжены с выживаемостью у таких пациенток. Кроме того, это, конечно, является основанием для назначения таргетных препаратов. В частности, антиандрогенным препаратом или АР-ингибиторов в этой группе будет самый лучший эффект от назначения именно этих препаратов. У этой группы высокий тропизм метастатического поражения костей, ну как и у всех опухоли люминального типа, там чаще всего именно идет метастатическое поражение скелета. Низкая частота комплит-респонсов при неодювантной химиотерапии. И как и люминальные раки, эти опухоли будут чувствительны к CDK-ингибиторам и двойному ингибитору PI3K-MTOR. Вот здесь представлено очень интересное исследование, в котором авторы сравнивают предлагаемых классификаций, 6 классификаций молекулярных классификаций трижды негативного рака. Как вы видите, здесь наибольшее сопоставление произошло по мезонхимальному подтипу, ЛАР-подтипу и вот в классификации Бартона 2015 года здесь как раз-таки идет деление опухолей на андроген-рецептор позитивный или квадриплонегативный рак. То есть мы видим выраженную гетерогенность вот в этих классификационных признаках. Более того, очень сложные взаимодействия самой молекулярной классификации трижды негативного рака. К сожалению, не все так линейно и однозначно, как заявляют многие исследования. Сам Лемон, предлагая терапевтические подходы, потом согласился с том, что не все его классификационные принципы работают в реальной клинической практике. И вот мы видим с вами, что гетерогенность настолько высока, что она проявляется на всех, по сути, уровнях биологии опухолевой молочной железы. И самое важное то, что на сегодняшний день, несмотря на вот эти все попытки, гетерогенность остается нерешенной задачей. Изучение биологии опухолевого роста трижды негативного рака. И если говорить о том, что метастатический трижды негативный рак, он еще больше демонстрирует большую биологическую гетерогенность, генетическую сложность, а иногда это вообще совершенно другие опухоли. Поэтому все исследования сосредоточены на том, чтобы найти те прецизионные молекулы и начать как можно раньше лечить трижды негативный рак с позиции именно биологии опухоли. Сами авторы классификации Лемон и Берштейн предложили вот те терапевтические подходы, которые вы здесь видите, в зависимости от подтипов, которые они выделяли. Современные терапевтические подходы при трижды негативном раке, их вот можно разделить вот на такие подгруппы. Это андрогенная депривация вследствие блокады или аэроингибирования для пациентов с ЛАР-подтипом. Ингибиторы, различные киназные ингибиторы. В случае HDR-статуса и BRCA-инности, как сегодня говорилось, самые эффективные, это, конечно, будут препараты платины и парк-ингибиторы. Парк-ингибиторы самые эффективные будут в этой группе. И иммунотерапия в опухолях, которые обладают выраженной иммуногенностью. Вот в этом последнем исследовании 2021 года авторы проанализировали 724 клинических исследования. И здесь вы видите ландшафт клинических исследований трижды негативного рака. 59% – это различные киназные ингибиторы. 5% – это антидраг-коньюгаты, новое направление облечения рака молочной железы. И 36% – иммунотерапия. Если говорить о тех вызовах, которые состоят со стороны микроокружения. И сегодня наш коллега, который докладывал изменения классификации, говорил о микроокружении. То есть это не просто наличие лимфоцитов, а именно микроокружении. И здесь я насчитал 5 разных попыток классифицировать опухоли именно по микроокружению. Но весь их принцип сводится к тому, что опухоли есть иммунно-холодные, иммунно-горячие или какие-то промежуточные. И вот на этой диаграмме как раз-таки авторы попытались наложить классические молекулярные подтипы и сочетание их с микроокружением. Довольно-таки высокое соответствие, как вы видите, горячие опухоли, они уходят в иммуномодуляторный подтип, но тем не менее могут встречаться и базал-лайк. И амезонхимальные опухоли, они все иммунно-холодные. И вот здесь авторы тоже приводят соответствие этих классификаций. И вот мы видим, как дефицит АРД мутаций и высокая иммунная реакция в опухоли коррелируют друг с другом. Предлагают разделять опухоли на холодного типа иммунная пустыня, опухоли, которые будут неэффективны абсолютно ни к чекпоинт-ингибиторам, ни к другим тем попыткам, которые мы сейчас пытаемся воздействовать на опухоли. Тем не менее, несмотря на то, что вот эта классификация имеет определенные ограничения, то есть во всех клинических исследованиях признают о том, что необходима трансформация парадигмы лечения трижды негативного рака. И это переход от каких-то точечных таргетных молекул, все-таки строить клинические исследования именно в позиции тех подтипов, которые принято выделять. Каково значение нашего метода в диагностике, имеет ли какое-то еще значение гистопатология, ну и как сегодня уже об этом говорили, имеет важное значение как раз-таки в морфологии трижды негативного рака. В последних публикациях, я бы назвал их, это ренессанс морфологии трижды негативного рака, то есть очень много идет исследований как раз-таки с позиции морфологии рака молочной железы. И вот рассмотрение в целом всех трижды негативных карцином как высокоагрессивных, многие исследователи говорят о том, что это неправильная позиция, поскольку спектр морфологии трижды негативного рака крайне разнообразен. И сейчас все чаще мы видим в публикациях 2020-2021 года разделение на лоу-грейд и хай-грейд карциномы, которые здесь представлены на слайде. Это уже с обновленными характеристиками из ВОЗовской классификации. Из лоу-грейд можно выключить только хай-грейдную трансформацию аденоидно-кистозной карциномы. Она уходит в хай-грейд. Все остальные относятся к лоу-грейд карциному. И мало того, что все вот эти гистологические подтипы для многих уже есть специфические генетические альтерации, которые потенциально рассматриваются как терапевтические агенты. Это очень нас радует. Значит, вот в качестве примера привожу публикации 2020-2021 года о значении именно клиника патологических характеристик трижды негативного рака в оценке прогноза эффективности и отдаленной выживаемости у этой группы больных. Что хотелось бы сказать в заключение, что трижды негативные рак молочной железы крайне гетерогенные и включают в себя различные гистологические молекулярные подтипы. Неважно, какую классификацию мы возьмем за основу. На данный момент молекулярная классификация, вот те, которые предлагаются и отражена, последний вариант в руководстве ВОЗ, должна использоваться в качестве дополнения гистопатологической оценки и ни в коем случае не ее заметить. Традиционная оценка гистологических переменных при надлежащем выполнении, она обеспечивает простой, недорогой и высокоточный метод оценки биологических характеристик опухоли. Тем не менее, не все трижды негативные раки имеют плохой прогноз, поэтому вот здесь это важно, работать в таком комплайнсе с химиотерапевтами, потому что здесь возможно стратификация пациентов в зависимости от риска и выбор в пользу эскалации или деэскалации химиотерапии. Каждый потип определяется конкретными транскриптовными и генетическими изменениями, которые потенциально могут быть таргетированы. Ну, в будущем, надеюсь. Более точное определение иммунограммы трижды негативного рака, оно необходимо для правильного отбора пациентов для лечения на основе иммунотерапии и одновременно для реализации инновационной стратегии повышения иммуногенности. Ну и сегодня эксперт говорил об этом, что микроокружение имеет очень важное значение в раке молочной железы. Конечно, чаще всего речь идет о трижды негативном раке. Исключительно рабочий термин, к которому мы привыкли, мы понимаем, что это не в чистом виде молекулярный потип, учитывая все уровни гетерогенности. И вот будущее, наверное, за мультиомиксными технологиями и биокомпьютерным алгоритмом анализа и новых дизайнов клинических исследований. И вот сейчас дизайн клинических исследований многих при трижды негативном раке выстраивается именно в сфере той парадигмы молекулярного потипа. И в литературе уже говорят о том, что, наверное, в будущем мы будем лечить, исходя из концепции, стратегии тысячи лиц. Когда будем анализировать персональный портрет, я надеюсь, мы до этого дойдем и увидим это. Благодарю за внимание.